Уважаемый зритель, будем признательны, если подпишешься на наш канал. Мне приказали заткнуться и сказали, что отвезут меня в Баку. Я противилась, сказала, что я женщина пожилых лет, это мой дом. В Баку меня никого нет, пусть оставят меня в моем доме, в Гадруде. Но они затащили меня за руки, увели и посадили в свою машину. Меня отвезли в три отделения полиции, ничего не ела, не пила, хотела пить, попросила чаю. Принесли полупустую чашку, а потом одна женщина бросила сахар передо мной. Сказала, что я женщина, не собака и не взяла. В двух отделениях заставили, чтобы я говорила, что Пашинян нехороший, он устроил эту войну. Они снимали меня на камеру, задавали вопросы, я отвечала так, как они требовали. После этого меня отвезли в третий полицейский пункт, где были двое армян. Молодой мальчик был связан, его по очереди пинали, беспрестанно били. Рука пожилого армянина была сломана, он просто сидел, у него совершенно не было сил. Третий день молодого армянина бросили в мешок и затащили в машину, а другого мужчину и меня посадили в машину. Вопрос. В больнице ты была одна, других армян не было? Ответ. Нет, меня одну забрали, я не знаю, где остальные двое. Потом мне сказали, что зарезали ваших армян. При содействии Российской Федерации и Международного Красного Креста она была возвращена в Армению. В Баку у посольства Ирана скандируют русские, армяне и иранцы, персы. Враги азербайджанцев, используя жест радикальной националистической организации «Серые волки» Боскурт. Новые кадры использования Азербайджаном запрещенного фосфорного оружия, которое и содержит элементы химического оружия, а это является грубым нарушением Международного гуманитарного права Иженевской конвенции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова